О русской мафии сообщили газеты и новостные агентства, повествуя о смерти известного вора в законе Аслана Рашидовича Усаяна. Особенно поразили меня патетические сообщения в СМИ о воровской сходке, подаваемые чуть ли не в тоне отчетов о заседании правительства. Это происшествие напомнило о печальных фактах. Во-первых, Россия по-прежнему остается страной, где теневые криминальные структуры играют значительную роль. Во-вторых, что верхушка этих структур укомплектована отнюдь не представителями основной подчисленности национальности в стране. Замечу, что это свойство присуще не только российской мафии. Мафию в Соединенных Государствах Америки создали выходцы из Италии, прежде всего с Сицилии. Среди соратников Аль-Капоне было не так уж много англосаксов. До итальянцев главными бандитами в СГА были евреи. До евреев – ирландцы, а сейчас видную роль в американском преступном мире играют мексиканские группировки. Чужаки проще сплачиваются в криминальные сообщества. Их к этому принуждает и взаимопомощь, и враждебность местных жителей. Аслана Мусаяна собирается...